Всем привет! С вами Планета Экзотики, на связи Тёма. И сегодня мы поговорим о нереально быстро и убегающей откуда угодно ящерице. Поверьте, таких гонщиков вы ещё никогда не встречали. По секрету вам скажу, нас недавно сбежал один шумахер. Ловили всей компанией, но к счастью поймали. И оштрафовали за превышение скорости. Давайте для начала определимся, что это за ящерица. Потому что я уверен, что многие даже не слышали, кто это такие, эти фельдзумы. И никогда не видели этих гоночных машин. Вообще, род фельдзума — это ящерицы, которые распространены на острове Мадагаскар и ближележащих к нему островов. Обитают в лесах и ведут преимущественно дневной образ жизни. Их размер варьируется от 10 сантиметров до 20. Живут они до 15 лет. И фельдзум — аж 52 вида. Вообще, все виды между собой очень похожи. Они все очень-очень яркие. Существует только одна фельдзума, которая не яркая — это фельдзума Гюнтера. А все остальные нереально роскошны. А знаете, что еще роскошно? Когда вы подписываетесь на канал и ставите лайки. Нам это очень приятно. Кому же подходит эта ящерица? Точно не детям. Но вообще, если вы понимающий ребенок или взрослый, то возможно. Главное понимать, что фельдзума — это животное для эстетического удовольствия. То есть на них просто приятно смотреть, потому что если вы возьмете ее в руки, то скорее всего она отбросит хвост. Хотя бывали случаи, когда человеку удавалось приручить эту скоростную машину. Но скорее всего вы зададитесь вопросом, что делать с этим хвостом, который остался, если она его отбросила. Итак, вариант А. Она так и будет жить без хвоста. Вариант Б. У нее отрастет новый хвост. Вариант В. Вам придется его пришить. И вариант Г. Вам придется его заказать с Алиэкспресс. Пишите ваши варианты в комментариях, а я пока подожду. Итак, про хвост мы говорили с вами. Правильный вариант ответа — он у нее отрастет. Но не будет такой красивый, как оригинальный. Это будет вторичный хвост, такой же, какой отрастает у эуглифаров. Это очень болезненный для них процесс. Также у них может сойти кожа в случае стресса. И, конечно, путем регенерации она сможет восстановиться, но останутся пятна, которые похожи на шрам. И я надеюсь, что эта информация вам не пригодится. Какой она стресс может пережить — это контакт с человеком именно шумный. То есть, если мы будем прям теребить террариум, очень сильно часто с ней контактировать, касаться ее, из-за этого она может спокойно отбросить хвост или у нее может сойти кожа. Да. Из-за этого просто смотрим и любуемся. Вы сможете создать настолько красивый террариум, что это будет главный атрибут интерьера вашего жилища. Потому что у вас в квартире будет настоящий лайк. Для содержания вашей феррари вам понадобится просторный гараж, 10 пар колес, каждое по 800 долларов, бензин, е-10 и три тягача Маруси. Фильзум достаточно легко содержит. Ничего навороченного вам не понадобится. Нужен всего лишь для подростка террариум 30х30х45 см, а для взрослой особи 45х45 см. В качестве грунта подойдет или кокосовые чипсы, или мох с фагом. Также необходимы две лампы. Лампа ультрафиолета 5.0 и лампа обогрева 25 Вт. Также нам очень важно это кальций и витамины. Без них никуда. Термогигрометр. Поилка. Термогигрометр это специальный прибор, который измеряет температуру и влажность террариума. Кстати, про температуру. Фоновая температура в террариуме должна быть 25-26 градусов. Температура в точке прогрева должна быть 30-32 градуса. Ночная температура должна быть не ниже 20 градусов. А влажность в террариуме должна быть в районе 50-70%. И самое главное, на уход за этим животным у вас будет уходить максимум 2 часа в неделю. А теперь перейдем к питанию. У молодых особей питание в основном это только кормовые насекомые. Такие как сверчки, тараканы. А вот уже у взрослых особей 50 на 50. Это также и кормовые насекомые, и фруктовое пюре. Главное, чтобы там не было ни сахара, ни цитрусовых, и крахмала. А сейчас мы покормим фельдзуму фруктовым пюре. Ну что, покушаем. Посмотрите, как ему это нравится. Как он вкусно кушает. А сейчас можно подвести итог и сказать, что фельдзума это нереально красивый, яркий и очень-очень-очень быстрый ящериц. Для которых вы можете создать нереально красивый террариум и много-много лет наслаждаться компанией такого необычного домашнего питомца. Это все о фельдзумах на сегодня. Рад, чтобы досмотрели этот ролик до конца. Скорее всего, он или понравился, или вы просто испачкали руки и не успели переключить это видео. Очень вкусное пюре. В любом случае, спасибо за вашу подписку и лайк. И не забываем забирать свое животное внизу в описании. Пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok